Всем привет! С вами Серж, Сайдсулфайндер. И кто-то уже по этой коробке узнал, что у нас кроссовки Джордан в студии Джордан 2010. Легендарные кроссовки Вейт. Именно среди них впереди она Джордан Бренд. Но для меня они интересны не эти, а потому что я считаю, что они могут смело называться эталоном баскетбольного обуви. Но тут поправка идет все, я считаю, так что я никому не навязываю. И в связи с тем, что очень часто в обзорах на сайте сравнительных, я использую их как эталон, эталон для сравнения, то не мог не рассказать о них в видеопрезентации. Так что делаю это с небольшим опозданием, но все же делаю. Кроссовки довольно простые. После Джордана 2009 они кажутся простейшими. И вот чем они хороши. В первую очередь это асимметричный верх. С внутренней стороны он значительно выше, чем с внешней, что позволяет дополнительно фиксировать ногу, не давать подворачиваться. А если подворачиваться, то помогать защищать ее. А низкая внешняя сторона как раз наоборот дает возможность, дает свободу движения ноге игрока. Также язычок асимметричный, кривоухий. Но он ни на что не влияет. Я начал с хорошего качества, но сейчас перескочу к интересному. Это прозрачное окошко, которое в принципе используется для вентиляции. При этом никак не влияет на уровень вашей игры, но может помочь персонализировать кроссовки. Одеваете зеленые, желтые, синие носки и кроссовки у вас при этом сразу видоизменяются. Интересное решение, довольно смелое. Вы здесь видите по бокам пластиковый фиксатор. Он располагается с четырех сторон. Он не супер жесткий, это не пластик, но при этом достаточно плотный, чтобы поддерживать ногу и довольно хорошо ее фиксировать. На коже идет перфорация, не сквозная, так что это скорее всего элемент декора. На пятке здесь внутри очень плотная кожа, неизгибаемая практически. Подошва из обычной пены, мягкая. Здесь бортик чуть выше, нос тоже немного асимметричный, сдвинут во внутреннюю сторону от оси, прошит двойной строчкой, делает кроссовки очень крепкими. Как вы можете видеть, здесь очень большой выступ, помогающий держать баланс во время игры. Рисунок протектора в принципе простой, то есть это елочка обычная, но она идет островками. Это никак не влияет на качество сцепления, оно на довольно высоком уровне. И самый главный элемент, на мой взгляд, интересный, это нос. Я на втором кроссовке, предварительно расшнуровав его, хочу показать вам, как он действует. То есть у нас есть кроссовок, и у него нос отдельно стоящий. То есть вы видите, он не прошит, не пришит. Это просто кожаный элемент, находящийся сверху. Можно даже сделать вот так вот. И я достаю рукой вот досюда. То есть как тапочки. Тапочки одеты на кроссовке и пришиты. Очень интересное решение. Это дает нам свободу движений. При сгибах кроссовок чуть расширяется, разъезжается. Если кто-то наступает на ногу, при этом он защищает. Ну, относительно, конечно. Но, тем не менее, отдельно стоящий нос, не фиксированный строчкой, не пришиты кроссовку. Это интересное дизайнерское решение и в то же время технологичный момент. Я рассказал о Джордану 2010. И последнее, что я могу подчеркнуть. Очень жаль, что они не попали на ID, как обещали. Хотя на других цветах, например, черно-голубом, здесь используется глянцевая кожа. Черная замша, полностью черные кроссовки из ноутбука выполнены. И третий цвет, как раз цвет Дуэйна Уэйда, Welcome Home. Выполнен из более жесткой кожи, нежели здесь. И она так заламывается. То есть, на мой взгляд, вот этот цвет самый оптимальный. Ну, если не считать эксклюзивной расцветки Уэйда, в которой белый нос, черный задний. Но она слишком редкая. Поэтому, если у вас есть возможность и желание попробовать эту модель, я ее рекомендую всем. С вами был Серж. Сайт Солдфандер. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok